Ребята, всем привет! С вами Людмила. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу вам показать покупки косметики декоративной и уходовой. Так что, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Приятного просмотра! И первое, из чего начну, это с вот такого вот лака от фирмы Essence в оттенке номер 67. Вот такой вот сиреневый оттенок. Очень красивый цвет, он мне сразу же понравился. И вообще лаки от Essence я люблю. У меня уже есть несколько лаков в белом и золотистом с блесточками оттенках. И именно вот эта вот серия гейл-лака очень стойкие, они держатся, ну, минимум неделю. Такое ощущение, что наносишь гейл-лак, а не просто какой-то лак. Очень хорошо ложится, удобная кисточка, также быстро высыхает и дает красивое покрытие. Такой глянец переливается, достаточно 1-2 слоя, оттенок полностью передается, не полосит, красивые цвета. Так что присмотритесь к этим лакам, я их очень полюбила. И вот увидев в космо-магазине стенд с косметикой от Essence, хотя я его уже давно не видела, и вот сразу же ухватила вот такой вот лак, и думаю, что он мне так же, как и все другие, понравится. Следующая покупочка, это вот такая вот помада от фирмы L'Oreal. Это уже из этой коллекции у меня вторая помада в оттенке номер 302. Называется Boys the Rose. Вот такое вот название. Надеюсь, камера сфокусирует. Очень красивый оттенок, я сразу же в него влюбилась, точно так же, как и в лак. Очень похоже на оттенок лака. Сейчас я распакую, потому что она у меня еще новенькая и вся заклеенная. Так, ну что ж, пообдирала все наклейки, наконец-то. И вот так вот выглядит сама помадка. Как можете видеть, очень красивый такой сиренево-розовый оттенок, уходящий немножко в коричневый. И, кстати, немножко похож на цвет оттенок лака. В общем, мне в последнее время очень нравятся такие оттенки. Сейчас я нанесу на ручку и покажу вам, как выглядит сводч. И вот такой вот цвет, очень красивый, сиренево-розово-коричневый. Даже не знаю, как правильно его описать, но я его попробовала нанести на губы. Мне очень нравится сама текстура этих помад, как они ложатся, то, что они стойкие. И у них очень красивые оттенки. Так что цена-качество соответствует. И помадки от L'Oreal очень мне вот эти вот нравятся. И думаю, что это не первый, не последний мой оттенок, цвет этих помад. Так что прикуплю себе еще какой-нибудь оттенок из этой коллекции. Также я давно обратила внимание на карандашики от фирмы L'Oreal. Вот так вот выглядит сам карандашик. Это оттенок 302 Lip Liner by Color Rich. В общем, сейчас тоже его распакую, потому что я еще только купила, еще ничего не открывала. Я тестировала в магазине все на стенде. Карандашик я подбирала под помады, так как у меня в таких вот похожих оттенках помады. И вот, мне кажется, вот этот вот карандаш идеально подойдет именно под эту помаду, которую я купила. Вот смотрите, очень легко рисует, он мягкий, хорошо растушевывается, не полосит и также достаточно стойкий. То есть его не так уж легко стереть, так что растекаться и быстро стираться он не будет. И вообще можно карандашики использовать вместо помады. Вот как у меня на данный момент. У меня сейчас на губах нанесен карандаш, а не помада. И он намного стойче, лучше держится. И цвет передается более насыщенно. И в матовом оттенке, мне кажется, очень красиво смотрится. По крайней мере, сейчас это очень модно. И мне также очень нравится. Так что карандашик такой вот прикупила. И у них очень большой выбор. Очень-очень. У меня постоянно повторяется слово очень. Так что выбор карандашей очень... Снова очень. Что выбор карандашей достаточно большой. И они хорошие. И обязательно еще парочку прикуплю разных оттенков, чтобы у меня были под помады. И следующая покупочка, это вот такой вот блеск тоже от фирмы L'Oreal. Я в последнее время очень полюбила фирму L'Oreal. И мне много чего там нравится. Многие продукты я потестировала, они действительно хорошие. И цена, скажем так, бюджетная. Поэтому я стала обращать на эту фирму больше своего внимания. Даже больше, чем нежели на профессиональную косметику. Так как профессиональная косметика очень дорогая. Но не всегда соответствует цена-качеству. То есть переплачиваешь всегда за бренд. Особенно фирма MAC. Цены бешеные, но качество вообще не очень. Так что я вот присмотрелась к таким вот блескам. Это крем, точнее блеск в матовом оттенке. Сейчас я его тоже распакую, сдеру все эти наклеечки, защиту. Потому что в космо все их так обклеивали, что мне даже сложно ногтями это сделать. Приходится это делать. Я уже взяла ножницы, потому что я сама уже не могу его отдереть ногтями. Итак, ну что ж, наконец-то сдерла. И это у меня оттеночек матовый, номерочек 401. Называется Эмен. Сейчас я вам также покажу свотч. Хорошо наносится. Удобная кисточка. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот, видите? Сама кисточка немножко приплюснутая, изогнутая. То есть очень хорошо и удобно наносить. Так же блеск пахнет конфетками, как шоколадные. Ой, очень классно. Шоколадным свишней пахнет. Обалденный аромат. Так что наношу на ручку. Смотрите, какой красивый цвет. И она так приятно ложится, наносится. Благодаря удобной щеточке. И вот такой вот оттеночек. Такой розово-бежевый нюд. Вообще сейчас нюдовые коричневые оттенки очень модны в тренде. Так что я полюбила такие все цвета нюдовые. И с удовольствием буду его носить. Так что думаю, что она станет в этом месяце, вообще этой осени, моей любимица. И точно так же, как и вот эта вот помадка от L'Oreal и карандаш. Потому что оттенки очень красивые. Мне безумно они нравятся. И на каждый день для повседневного макияжа такие цвета как раз то, что нужно. Идеальное сочетание. И следующая покупочка из декоративки, это тушь для бровей. У меня ни разу никогда не было туши для бровей. Это моя самая первая тушь для бровей. То есть я раньше пробовала, тестировала. Но никогда не покупала. Потому что считала, что она мне не нужна. Я всегда пользовалась тенями или же карандашом для бровей со щеточкой. Все хорошо растушевывала. И не считала нужным, что мне нужна тушь. Но однажды, потестировав и попробовав, что действительно тушь хорошо держит все волоски. Она закрепляет их, мало того, еще и прокрашивает. И форма держится. И цвет очень стойкий. То есть ничего не стирается, не размазывается. Поэтому я решила все-таки, что нужно мне прикупить тушь. И вот консультант в магазине Ватсонс. Да, в магазине Ватсонс в SkyMolly была. И она мне посоветовала вот такую вот тушь для бровей. Это оттенок для блондинок. Фирма Bourjois. Я хотела купить от фирмы L'Oréal. Тоже мне понравилось. Но она не давала достаточного цвета. То есть она просто как бы закрепляла, как гелевая тушь. То есть немножко совсем прокрашивала. А это именно дает, передает полностью цвет. То есть хорошо прокрашивает, дает насыщенный оттенок. И это у меня оттеночек под номером 03. Она идет для русых и светловолосых. Там еще был темный оттенок. Но я взяла посветлить, так как консультант сказала, что это все-таки будет лучше. Броу Дизайн Маскара Сёрз Броу Маскара. Так, так, так. Итак, сейчас я нанесу на ручку, сделаю сводч и покажу вам. Смотрите, какая у нее длинная кисточка. А в других туши для бровей всегда были маленькие, очень маленькие кисточки. А это здесь такая полноценная кисть, как для ресничек. Точно такая же и для бровей. Поэтому она действительно хорошо должна прокрашивать. И сейчас я вам покажу сам цвет. Наношу на ручку. И вот такой вот у нее цвет, оттеночек. Вот так вот она выглядит. Тоже быстро высыхает. И практически ничего не растирается. Но сейчас она еще не высохла. Так что вот такая вот тушь для бровей. Стойкая. Тоже мне понравилась. Также ее прикупила. И думаю, что теперь я полюблю туши для бровей. У меня карандаши и тени уйдут на второй план. Потому что это реально очень классный продукт для бровей. И мне он также очень понравился. Следующее средство это крем для лица. И не только для лица отбеливающий. А хромин. Я знаю, что он очень давно на рынке. Это защищающий крем от UV фильтров. Избавляющий от пигментации. От разных пигментных пятен. И этот крем мне посоветовала моя мама. Поэтому я его также прикупила. Так как это средство действительно проверено. Так как моя мама уже на протяжении многих лет. Еще лет 20 назад. Она его покупала и использовала. Потому что у нее также пигментация. Веснушки от солнца. И у нее сильная пигментация на теле. Поэтому она всегда покупает и пользуется какими-то такими отбеливающими средствами. И у меня также от солнца появляется пигментация на носу. Вот здесь вот верхняя губа темнеет. И также много родимок. Всяких веснушек от солнца появляется. А так как мы много времени проводили. Путешествовали в солнечных странах. В тропиках. И у меня конечно же очень много повысыпало разных пигментных таких вот пятнышек. От которых я хочу избавиться. И надеюсь, что этот кремик мне поможет. Потому что у него очень хороший состав. Тут и минеральные алии. И какой-то и глицерин. И еще в общем что-то увлажняющее. Витамин Е есть. Так что вот это вот средство действительно проверено. И не обы кем, а именно моей мамой. Так что смело могу рекомендовать. Потому что действительно оно помогает. По крайней мере моей маме так точно. Буду пробовать. И потом вам расскажу свои уже отзывы. Следующая покупочка. Это мицеллярная водичка от Гарниер. Я сейчас до использую. У меня совсем чуть-чуть осталось в зеленой бутылочке. Там для разных типов кожи. А вот это вот для чувствительной. Чувствительной. Для всех типов чувствительной. В общем. Я теперь прикупила с розовой крышечкой. Вот таком вот бутылечке. Потому что мне кажется, что именно вот эта вот водичка намного лучше всех остальных, которые выпускают гарнир. Потому что она действительно предназначена для чувствительной кожи. И мне кажется, что она намного нежней и лучше снимает все загрязнения, макияж удаляет. Так что в этот раз прикупила с розовой крышечкой. И последующие разы тоже буду покупать только с розовой. Потому что я доиспользую вот с зелененькой. И мне кажется, что все-таки с розовой больше, лучше мне подходит. И также хочу еще попробовать водичку мицеллярная от Биодерма. Но она очень дорогая. Поэтому все же купила побюджетней вариант. И потом как-нибудь уже попробовать Биодерма. Видите ли вы разницу между Биодерма и вот этой? Вот этой? И напишите пожалуйста в комментариях, видите ли вы разницу между водичкой мицеллярной Биодерма и от фирмы Гарниер. Потому что я много отзывов почитала и разницы нету никакой. Поэтому не знаю, стоит ли переплачивать за Биодерму, если мне вот эта вот водичка очень нравится. И последняя моя покупочка это сухой шампунь от фирмы Сиос. Я до этого раньше когда-то покупала от фирмы Батист. Но честно скажу, разницы вообще никакой. А переплачивать в 2-3 раза дороже вообще не вижу смысла. Так как это средство действительно оправдывает себя и цена-качество соответствует. Я его покупаю в магазине Космо уже не первый раз. И в Адсансе они продаются. А вообще их очень быстро разбирают. Так что девочки, бегите покупайте. Потому что это средство просто незаменимое. По крайней мере для меня. Оно уже стало давно моим фаворитом. Фаворитом лето. Я все лето использовала. Когда у меня на второй день, на третий. Я мою голову каждых 3 дня. Каждых 2-3 дня. Ну по крайней мере не чаще. И вот на второй, на третий день. Когда волосы не очень свежие. Особенно на третий день. И когда сильно жарко. Волосы начинают возле корней жирниться немножко. Ну как бы не очень чистые становятся. А все остальные волосы чистые. Ну как бы сухие. И я наносила это средство. Вот так вот на расстоянии. 20 сантиметров. На все корни. По пробелам. Вот так вот прям под волосы. В корни. И хорошенечко брала. И руками все это растушевывала. Втирала в корни. Потом это хорошо прочесывала расческа. Несколько раз. И у меня никаких пятен. Ничего не оставалось. Никаких белых всяких пробел. В общем средство хорошо наносится. Хорошо растушевывается. Втирается. Работает. Действительно впитывает все загрязнения. И волосы становятся более такие знаете. Свежие. Объемнее. Мне кажется что он действительно придает объема. И также имеет приятный аромат. Такой знаете травянистый. Так что волосы еще приятно пахнут. Так что вот это вот средство. Однозначно могу всем рекомендовать. Это незаменимая палочка-выручалочка. На любой случай жизни. Если вам куда-то нужно срочно пойти на какое-то мероприятие даже. И у вас не свежая голова. Воспользуйтесь этим средством. И вы увидите потрясающий результат. Так что это не первый, не последний мой бутылечек. И еще обязательно прикуплю. Ну а на этом я свое видео уже буду заканчивать. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok